всем привет это антон долин и радио долин сегодняшняя премьера недели это фильм камон камон американская картина режиссер майк миллс и конечно главное что привлечет зрителей в кинозалы не будем лукавить это хокин феникс в главной роли камон камон это типичный представитель американского независимого кино камерный черно-белый фильм на нескольких персонажей в котором нету какого-то драматичного шокирующего сюжета в котором действия развиваются ну как бы почти как в жизни временами кажется что документально впрочем документальные элементы там есть разве что тот факт что этот фильм черно-белый и главной роли здесь знаменитый актер оскароносец это не позволяет нам забыть о том что все-таки мы смотрим игровое кино в чем сюжет одинокий герой который играет феникс его зовут джонни он радиожурналист его нынешний проект он берет интервью у детей и подростков по всей америке и задает им разные вопросы об их прошлом об их будущем об их семьях об их мечтах об их взгляде на мир и вот эти интервью кстати говоря документально это настоящее интервью включенные фильм а коллег вот этого самого джонни главного героя играют действительно радиожурналисты не актеры но вымышленный сюжет касается семьи джонни у него есть сестра вместе они похоронили маму год назад и вот он звонит сестре из детройта где сейчас как раз проводит серию интервью и узнает что у сестры проблемы у ее мужа психическое заболевание в другом городе она должна ехать на выручку мужу и ей некуда пристроить своего девятилетнего сына джесси соответственно джесси племянник до джонни джонни вылетает в лос-анджелес для того чтобы подстраховать сестру и провести какое-то время вместе джесси с девятилетним мальчиком он с этим мальчиком фактически знакомиться заново и они становятся друзьями настолько что джонни решает взять джесси с собой в эти самые поездки по америке пока сестра в окленде они вместе отправляется в нью-йорк потом в новый орлеан и так детройт лос-анджелес нью-йорк новый орлеан вы сами уже понимаете камон камон это портрет современной америке в то же время вечной америке потому что она черно-белая и потому что робби райан выдающийся ирландский оператор известный вам как минимум по картинам кена лоуча и по фильму фаворитка он снимает особенно нью-йорк и лос-анджелесский калифорнийские пляжи так как будто бы действие происходит условных семидесятых ты просто забываешь о том что это современность до тех пор пока кто-нибудь из героев не хватается за смартфон с одной стороны это очень-очень тонкая психологическая драма сделана замечательным юмором вообще это почти формат почти жанр фильмы о взаимоотношениях взрослого мужчины с ребенком когда-то начало этому суб жанру дал чарли чаплин своей легендарной картине малыш это вам 21 год это первый полнометражный фильм чаплина и один из самых легендарных таких картин было очень много может быть моя любимая из них это кикуджира такеси китана 99 года и конечно хоккен феникс добавляет особенную краску вообще он очень мало здесь похож на своих эксцентричных героев из врожденного порока или мастера или того же джокера он играет нормального современного интеллигента интроверта которым очень трудно открыться ребенку и трудно подобрать собственно отмычку для того чтобы открыть этого ребенка чтобы понять что он за человек но ему хватает самоиронии здравости и главное терпение для того чтобы находиться постоянно в диалоге с этим мальчиком и джейси которого играет вуди норман тоже великолепная роль а он здесь ничем не уступает джонни это действительно история о двух персонажах также отдельно хочется в этом фильме похвалите музыкальный ряд братья деснеры из группы the national написали оригинальную музыку и их музыка хотя они современные музыканты она тоже очень ностальгическая как и визуальный ряд она отсылает к классической альтернативной музыки каких-нибудь там 70-х может быть восьмидесятых годов майк миллс режиссер этой картины вообще больше знаменит не как режиссер полнометражного кино а именно как клипмейкер он работал самыми разными артистами с моби с йока она с air ну и собственно говоря the national это тоже его клиенты и его товарищи вот такая картина очень музыкальная очень настроенческая избегающая сильных акцентов это психологическая драма но без чрезмерного драматизма и с очень хорошим юмором это история об инфантилизме современных мужчин и о преждевременном взрослении современных детей вообще о том что наше представление о возрасте и его ограничениях очень условны и эта картина которая стилистически как будто бы смотрят в прошлое на самом деле конечно задают вопросы о будущем это вопросы не только интервьюируемым детям но этой вопросы всем нам зрителям этого обаятельного тонкого негромкого неброского фильма камон камон приятного просмотра процент и и и и и и и и